Приветствую вас, аноним. Есть у меня такое чувство, что, знаете, вы движимы, вот, обидами, недоверсёнными по отношению к мужчинам. Вот, и желанием что-то доказать себе, самой, через него. Вот, такое у меня отвозило впечатление, что у меня не возникло ощущение, что вы именно любите человека, но не возникло ощущение, что вы хотите сделать его счастливым, этого мужчины. А у меня возникло ощущение, что, вот, именно вам медведь, просто желание завершить, вот, все обиды, да, и доказать что-то, и, вот, какие-то аргументы привести к отношению с ним. Это, по сути, необходимость привести к этой аргументе, чтобы закрыть вот все незавершённые истории, что вас тревожит. Это первое. Соответственно, в этом направлении я бы рекомендовал поработать. Дальше. Сама идея о том, чтобы побороть страхи, мне представляется очень странной. Странной и, наверное, какой-то обесценивающей. То есть не надо побороть страхи, не нужно побороть стеснение, его нужно раскрывать. И проистекает оно стеснение, и проистекают страхи из того, как вы воспринимаете молодого человека своего, как вы его воспринимаете. Вы говорите, что чувствуете себя ребёнком с ним. Если вы чувствуете себя с ним ребёнком, то, вероятно, его воспринимаете как родители, значит, здесь идут некие ваши подредности и желания. То есть что-то, чего вам не хватает, вы пытаетесь дополучить у него. А для получиться МСС, когда вам мешают страхи и стеснение. То есть тут очень важный момент, как вы воспринимаете молодого человека, и что он для вас значит, как вы его видите, с кем вы его видите. Это очень важно. Очень важно этот момент рассмотреть. Потому что от этого зависит, собственно говоря, много. Дальше. Дальше. Вы говорите. Ну что. Сейчас оба расстались. Оба одни. Но почему я рада с ним чувствовать себя той восстанадцатой летней девочке, и теперь о страхе появляется, и теперь даже иметь с ними, хотя с другими людьми уже нет ничего подобного. Так в чем проблема? Вы знаете, что мужчине, мужчине вы изменённое не нужны. Мужине нужны вы та, которая вы, которая была. И поэтому вы подсознательно именно то и являетесь. Предполагаю, что если вы продемонстрируете изменения, то мужчина просто-напросто с вами не будет встречаться. Я полагаю, что несмотря на расставание, вы молодого человека никогда не отпускали, и отношения с ним у вас завершить не получалось. Потому что, ну, вы расставали с другими партнёрами, значит, совершали какие-то действия, что приводили к этим расставаниям. Это тоже необходимо проработать. То есть, чтобы вы отдавали себе отчёт вообще в том, что происходит. Вот. Всё. Такой ответ я могу вам дать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Обязательно нужно обратить внимание на то, что объединяло вас с молодым человеком вначале, что именно вас объединяло. То есть, что общего между вами было, по поводу чего вы сошлись, как вы сошлись, какие чувства друг друга испытывали, или вы, вот вы какие чувства, я понимаю. Вы говорите, что он пытался вас вернуть, но не получалось. Что именно не получалось? Что конкретно? Что значит вернуть? Это тоже очень важно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Ха-ха.